Итак, доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Мы продолжаем изучать Тору, а конкретно какую ее часть? В части «Законы злоязычия» по книге Хафетсхайма, которая называется как? Шмират Алашон. Хафетсхайм, Шмират Алашон. Хорошо, доброе утро всем! И мы закончили изучение 17 запретов, которые нарушает человек, произносящий злоязычие или сплетни. То есть это действительно ужасное, огромное количество запретов. То есть если мы говорим про людей, которые соблюдают заповеди и которые готовы, например, в шаббат, там есть заповедь воздержаться от работы в шаббат. И когда ты нарушаешь эту заповедь, ты нарушаешь заповедь воздержаться от работы, одну, ну, например. А когда ты говоришь про кого-то правду, которая его позорит в лицо или за глаза, или передаешь что-то плохое, то ты нарушаешь 17. Это вообще прямо ужасная вещь. И ее, к сожалению, большинство не обращает на это внимания, относится к ней легкомысленно. И потом удивляются, почему в жизни столько проблем, почему в жизни столько страданий. Потому что не воздерживаются в заповеди Лошонра. Как говорил царь Соломон, что Шамер, тот, кто сохраняет свой род и свой язык, сохраняет от неприятности свою душу, от страданий. Шамер Митцаротновшего от всех страданий сохраняет свою душу. И эту книгу мы же есть в каждом уроке, есть на сайте описание, там есть ссылочка на эту книгу на русском языке. То есть зайдите на сайт Твоя Икра, найдите любой урок, и там есть ссылка на эту книгу. Хорошо. Значит, или просто погуглите Хафетсхайм, прямо напишите так, Хафетсхайм. И книга называется «Законы Лошон-Ара». «Законы Лошон-Ара», «Законы злоязычия». Но есть, есть на сайте. Значит, мы сейчас дошли до... Все заповеди, 17 запретов мы изучили. Сейчас мы начинаем учить, какие повелевающие заповеди Торы нарушает тот, кто говорит злоязычие. Как мы знаем, в Торе Машер Абейну Моисей получил Тору на горе Синай 3300 лет назад. Он спустился с горы Синай со скрижалями, со скрижалями, на которых были 10 заповедей. И большинство людей в мире знают эти 10 заповедей, которые были написаны на скрижалях. Но Машер Абейну, кроме 10 заповедей, которые были написаны на скрижалях, получил от Бога всего 613 заповедей, включая эти 10. 248 повелевающих заповедей. Бог сказал, вот эти действия делай, называется Митсвот Асе, повелевающие заповеди. А вот эти действия не делай, это называется Митсвот Лот Асе, запрещающие заповеди. Например, не убивай, это повелевающая заповедь. О, не убивай, это запрещающая заповедь, нельзя убивать. А почитай папу и маму, это повелевающая заповедь, это то, что надо делать. Шаморет Йома Шаббат Сохраняй день шаббатни Это повелевающая заповедь И не зажигайте огонь в домах в субботу Это запрещающая заповедь Разница понятна И очень легко запомнить, что запрещающих заповедей больше Их 365 Ровно как дней в году Солнечный год 365 дней И столько же запретов в Торе На каждый день по одному запрету А повелевающих заповедей 248 Теперь в наше время Эти заповеди Большинство из них невозможно выполнять Потому что нет храма Нет храма Но осталось в наше время всего лишь 77 повелевающих заповедей И осталось 178 запрещающих Остальные заповеди не актуальны Так Теперь значит когда человек говорит злоязычие Он говорит о другом вещи, которые позорят его Или передает ему Это называется сплетни Про тебя сказали так-то и так-то И человеку от этого больно и неприятно Он нарушает 17 запретов Мы уже их изучили И нарушает 14 повелевающих заповедей Мы их начинаем изучать Значит первая повелевающая заповедь Которую нарушает сказавший злоязычие на ближнего Помни, что сделал Бог Мириам в пути Есть история такая заповедь Она ему-то сказала А родному брату Аарону, тоже пророку Их было трое в семье А Аарон, Мириам, Мириам старшая была Потом была Аарон, потом Маше И она сказала Аарону Ты знаешь, вот он с женой не живет Потому что он пророк И мы же тоже пророки А мы-то живем с мужьями-женами Вроде бы она ничего плохого не сказала Она ничего плохого не сказала И Маше Рабейну на это бы и не обиделся даже Действительно, он, когда Бог начал с ним разговаривать Он, Бог все время с ним был на связи 40 лет в пустыне, Бог с ним был постоянно Маше Рабейну, он был все время в состоянии В котором ни один пророк Ни до, ни после не мог дойти до этого состояния Быть все время связанным с Богом Он сиял весь Он не жил со своей женой Не мог он в этом состоянии жить со своей женой А Мириам и Аарон были пророками Которые получали пророчества Но большую часть времени они находились Как бы в телесном своем состоянии В этом мире, в материальном И Мириам, в принципе, она не хотела Особо не обидеть Маше Рабейну И она сказала правду Да, он не жил со своей женой Она сказала, что вот жалко Жалко Цепору, жену Маше Что при всем при том В общем, она ничего плохого не имела в виду Всевышний, прямо в Торе написано Он ей говорит Мириам Ты говорит Мириам, почему говоришь Про Маше Рабейну, такие вещи Маше самый скромный из всех людей И он мой раб Он близок мне больше, чем все люди Зачем ты так про него говоришь? И у Мириам сразу же У нее образовалась проказа Она вся покрылась проказой И нам, эта история в Торе Зачем она нам приводится? Она нам приводится И прямо есть надпись В Торе прямо записано Помни, что сделал Бог Мириам в пути? То есть Когда человек говорит про другого Лошонара Злоязычия Он забывает, что нельзя это делать Он забывает, что Мириам покрылась проказой Он забывает, что на него тоже может прийти какой-то Может быть, конечно, мы с вами не на уровне пророков И мы не на таком чистейшем духовном уровне Когда даже такое мягкое Такое слово мягкое Вот что сказала Мириам на Маше Оно вызвало у нее проказу То есть по уровню человека И рассматриваются его грехи Чем человек больше праведник Чем больше цадик Тем он выше и ближе к Всевышнему И тем больше на нем видна самая минимальная ошибочка Но мы должны помнить, что Бог сделал Мириам И помнить, что когда мы кого-то позорим или ругаем Мы нарушаем эту заповедь, мы забываем Я сейчас вспомнил такая история Как иллюстрация, насколько злоязычие Оно влияет Сидит один человек И плачет на скамейте Сидит он на скамейте, плачет, рыдает Второй к нему подходит Говорит, что случилось, почему ты плачешь Он говорит, вот зачем я их позвал Говорит, вот зачем я их позвал Тот ему говорит А ну, кого ты позвал, расскажи Он говорит, да я шел Какие-то хулиганы Мне что-то сказали не так Как-то И значит, они мне уже И уходили же они, эти хулиганы Уже они далеко были Эта компания-то, да И всего-то они мне Что они мне сказали Что-то они, ну, пьяные Что-то мне сказали А я прямо Меня это так затронуло Задело то, что они мне сказали И говорит Я прямо Не мог это прямо простить Я принял это так близко к сердцу Так они мне, обидно мне стало И тут они уже уходили же Говорит, далеко они уже были А я смотрю, лом на земле лежит Лом такая, палка металлическая И он говорит Я, значит, им кричу Эй, козлы А ну идите сюда Они такие поворачиваются Подходят ко мне Я за лом А он к земле примерз Зачем я их позвал? Он говорит, зачем я их позвал? Он плачет, сидит Побитый после этого очень Здесь мы видим Иллюстрацию Как работает Злоязычие В этом мире То есть оно Оно чаще прилетает То есть говоришь Про кого-то что-то плохо Обидел Сказал Сразу прилетает Отдача А у Мирием Это было Мы должны помнить То есть нам Всевышний Показал в Торе В чистом виде Как работает это На высотих духовных уровнях Теперь вторая заповедь Которую нарушает Человек Который говорит Злоязычие Или сплетни На своего ближнего Вторая заповедь Она Можно сказать Самая известная Заповедь В Торе Повелевающая Эта Повелевающая заповедь Она Стала основой Вообще Человеческой морали Да Когда говорят Что вот люди Можно быть моральным И нерелигиозным Можно быть хорошим И нерелигиозным Это неправда Это неправда Потому что Нерелигиозные Во-первых Людей нет нерелигиозных То есть все люди Они верят В какую-то систему Координат Религия Это некая система Координат В которой Человек живет И взаимодействует С духовностью То есть человек Который Он верит Что он просто Ну механика И кусок Там Я не знаю Кусок мяса Я про таких не говорю Их единицы Большинство людей В мире Это статистика Они верят Что есть духовность Есть что-то Что Выше Чем материальный мир И материальный мир Это проявление Вот этого Духовного мира Это верит В это большинство людей Кто-то называет Это квантовая реальность Кто-то называет Это вселенная Меня слышит Знаете Вселенная Мне дала подарок То есть кто-то Называет это Словом вселенная Кто-то Квантовая реальность Такие уже модные Знаете Есть Но раньше люди были, они более были такие приземленные, да, и они верили в шаманизм какой-то и так далее. Религия это интерфейс, это способ взаимодействия, способ взаимодействия с вот этой духовной реальностью, да. Люди религиозные, настоящие, они верят в Бога, Творца Мироздания, Хозяина Мироздания, и религия это способ взаимодействия с Богом. Те, кто верят в высший разум, то они, скорее всего, верят и в карму, и в аффирмации, да, то есть люди, которые верят в высший разум, они верят, что они своим низшим разумом, повторяя какие-то высказывания, они посылают сигнал высшему разуму, и высший разум, он им приносит там то, что они просят. Это тоже религия, только она уже идет в каких-то более современных терминах. Но основа монотеизма, основа веры в единого Бога, Создателя Мироздания, это вот эта заповедь, которая звучит так. Это Бог сказал в Торе, значит, конкретно это написано в книге Ваикра, в 19 главе, 18 отрывок, возлюби ближнего, как себя. Это основа Торы, это говорил это Раби Атива, великий мудрец, он говорил, что вот в этом отрывке, в этой заповеди вся Тора. А остальное это объяснение, как возлюбить ближнего, как себя. Теперь, когда человек говорит злоязычие на своего ближнего, он нарушает эту заповедь повелевающую. Причем интересно, что каждый человек про себя знает множество вещей негативных. То есть каждый, это без исключения, у каждого человека есть какие-то стилеты в шкафу, назовем это так. Какие-то качества, которые он не хотел бы, чтобы ближние знали. Все стараются быть, ну как бы такими, когда выходят социально-социально такими красивыми. И человеку неприятно было бы, чтобы люди знали о нем какие-то позорящие его вещи. А если кто-то что-то узнает и рассказывает другим, то я думаю, что большинству людей было бы очень неприятно, чтобы другие люди в это поверили. То есть даже если им расскажут что-то, то было бы классно, чтобы другие люди не поверили. Ко мне вчера обратился один знакомый, такой знакомый мой. Он говорит, вот ты знаешь, я сейчас, сейчас он такой крупный бизнесмен, инвестор, уважаемый человек, женат, много детей. Такой очень уважаемый человек. Он говорит, ну вот сейчас, когда я сейчас общаюсь, там какие-то новые проекты и так далее, люди начинают узнавать, узнавать начинают про мое прошлое, а он в прошлом трижды судимый. Трижды судимый за разные преступления в молодости, там последняя судимость у него была в 25 лет. И он не хотел бы, чтобы об этом знали, он не хотел бы, чтобы в это верили, но это было, это было. И вот я в жизни не знал, что он в молодости вот так вот ошибался, оступался там и так далее. Теперь, когда один человек говорит про другого злоязычия или сплетни, то он нарушает конкретно вот эту вот заповедь возлюби ближнего как себя. То есть он не хотел бы, чтобы про него это говорили, он не хотел бы, чтобы другие люди так к нему относились, но он это делает про других. Понятно? То есть уже у нас есть два нарушения. Тот, кто говорит про другого злоязычия, первое, он нарушает, он нарушает, забывает, что было с мирем. Второе, он нарушает заповедь возлюби ближнего как себя. Теперь третье, третье, он нарушает, как говорит Кафыцкаем, чаще всего, он также нарушает заповедь, которая звучит так. Бецедек тишпота метеха. Справедливо суди ближнего твоего. Значит, когда человек описывает свой поступок или поступок любого другого человека, то описание это, оно по определению уже является искажением. То есть, когда человек описывает, вот я попытаюсь вам сейчас описать эту ручку. Эта ручка, она черная, гладкая. Каждое слово искажение. Она не черная. Она частично черная, частично она не черная. Она гладкая. Она частично гладкая, частично резиновая, да. Она красивая, ну, она частично красивая, частично поломанная. Она моя. Она, я не знаю, я ее нашел дома, но не факт, что она моя. Может, я у кого-то ее случайно забрал. То есть, когда человек описывает любую реальность своими словами, то в любом случае он ее интерпретирует. Он ее, он ее, описание не равно реальности. Теперь, когда есть заповедь в истории, судить ближнего, алика всхуд, судить ближнего в оправдывать его. Как мы оправдываем себя? Спросите любого человека, а ты что это сделал? Чего ты опоздал? Слушай, да я не мог, я старался, это не я. А почему ты вообще не пришел? Да, ну, слушай, я так плохо себя чувствовал, я не мог. Почему ты про него сказал лошонара? Про него сказать лошонара, это не лошонара, во-первых. А во-вторых, про него можно, про него заповедь сказать лошонара. То есть, человек, который, что бы он ни делал, свои поступки он очень красиво и хорошо оправдывает. Но когда речь идет о ближнем, тогда он становится строгим судьей. Этому есть объяснение. Проводили когда-то опыт, удивительный опыт. Это просто вообще для меня это шок. Делали такой опыт. Садили двух человек и говорили им, что бейте друг друга под столом ногой. Такой опыт психологический. Это вошел в историю, это опыт исторический. Но бейте друг друга так же, как ударили вас. Такое было им задание. Человек бьет другого. Вначале он бьет его слабенько. Тот ему отвечает. Тот ему отвечает. Тот ему отвечает. Ровно через две минуты они уже бьют друг друга со всей силы. Почему они увеличивали силу ударов? Было же задание отвечать точно так же, как били тебя. Нет. Человек, когда бьют его, он же боль чувствует. А когда он бьет кого-то, он боль не чувствует. И когда его бьют, ему больно. Он думает, ну я-то его вообще легко бью. А по факту с каждым разом каждый бил другого все сильнее. Потому что свою боль я чувствую, а его боль я не чувствую. Теперь то же самое происходит в осуждении других людей. Причем очень интересно, что люди, когда судят других, они очень строго объясняют поступок другого. Выдумывают какие-то такие вот... А, ты значит опоздал. Это значит, что ты меня не уважаешь. Это значит, что тебе на меня наплевать. Это значит, что ты ноги об меня вытираешь. Я слышал такие выражения, когда люди вообще даже близкие говорят такие вообще вещи. Это значит, такие они прямо становятся, знаете, метафоры выдумывают, чтобы другого сделать еще более виноватым. Ты опоздал. Это значит, ты украл мое время. Тебе на меня наплевать, на меня, на мою жизнь. И вообще на всех людей. Теперь, значит, почему... Когда один человек говорит на другого, позорящие его вещи или сплетни, он нарушает заповедь судить, оправдывая других людей. Есть такая повелевающая заповедь в Торе, оправдывая других людей. Теперь, есть у меня любимая история, которая показывает, насколько это важно. Эта история была с царем Давидом. Царь Давид, он был праведник невероятный. Но когда человек праведник невероятный, и он при этом царь Израиля, у него армия, он должен воевать. Вокруг какие-то вообще звери, которые хотят полностью тебя уничтожить. Очень тяжело быть... Там, сын на тебя восстает один. Жены какие-то непонятные. У него было 18 жены, все они были пленницы из других народов. Это очень-очень сложно. И вот царь Давид, у него была одна история, когда... История с Батшевой. Я сейчас не буду в нее входить. История с Батшевой, мамой царя Соломона. И теперь, когда была эта история, она вся закончилась, уже все. К нему приходит пророк Натан. И говорит ему пророк Натан, у меня есть от тебя, от Бога пророчество. Царь Давид говорит, все, готов слушать. Слушай внимательно. Пророк Натан ему говорит, жил богатый человек, у него был рядом бедный сосед. У богатого были стада, у бедного была одна овечка. У бедного эта овечка жила с ним дома, с его детьми, и они ее все очень любили. И этот богатый человек к нему пришел его друг в гости. И он решил выполнить заповедь Ахнаса Тархим, гостеприимство. Но он взял не свою овечку, а он украл овечку у бедного и забрал ее, зарезал и встретил гостя красиво, но краденной овечкой. Что с ним делать? Царь Давид выслушал эту историю, ему говорит, по закону Торы, прям написано прямым текстом. Украл овцу и ее зарезал, использовал, отдаст за нее в четыре раза. Это, как знает любой еврейский школьник, любой ученик Хедера, знает правило, когда украл имена овцу в четыре раза, быка в пять раз должен отдать, если использовал. Если это еще живая корова или бык вдвойне. Значит, царь Давид говорит, но секундочку, а он, царь Давид же, он понимает, что это же пророк ему не зря это рассказывает. И он думает, как мне сейчас поступить. То есть в этот момент, это же от Бога идет пророчество. Он говорит, но я своей царской властью, Бог не дал, царю Бог дал возможность судить, и его суд становится обязательным. Он говорит, но я от себя, как от царя, добавляю, моим царским приказом этого богатого надо убить. Убить его надо, потому что он же украл последнюю овечку, единственную овечку, любимую овечку он украл. Пророк Натан говорит, это сейчас ты себя судил. Говорит, вот это ты себя судил в истории с Урией Хитийцем, с Батшевой. И говорит, все, его убил ты руками, амунитян, а какой тебе суд, ты сам судил сейчас. И царь Давид такой, вот это тема. Ну, я сейчас говорю простым языком. Царь Давид, кстати, он сказал единственную правильную вещь, которую в тот момент можно было сказать. Не оправдываться, не придумывать, а он сказал, хатати, он говорит, согрешил я, простите, говорит Богу, прости, говорит, все, согрешил я, ошибся и так далее. То есть он начал раскаиваться, из него мы учим раскаяния. Получается, что когда человек, он судит другого строго, и он его, вот, как ты мог, ты там такой, сякой, все, он кого судит? Он себя судит. Поэтому оправдывать, оправдывать других и трактовать их поступки в добрую, в хорошую сторону, находить для них оправдание, это так же важно, как оправдывать себя. И поэтому, значит, мы сейчас изучили, что когда человек говорит про другого злоязычия, вещи, которые его позорят, даже если это правда, он помимо 17 запретов Торы нарушает, мы уже изучили, 3 повелевающих заповеди. Забывает, что было с мирем, нарушает заповедь возлюбить ближнего, как себя, и нарушает заповедь судить ближнего, лекав сход в хорошую сторону. Все, удачи всем и успехов, хорошего месяца. Значит, ходы штопов, сейчас начался месяц Ниссан, мы приближаемся к Песоху, к духовному вообще прорыву, переходу на следующий уровень, и чтобы все было очень-очень по-доброму. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok